Добрый день, на связи Алексей Пашков. Я сегодня ничего не буду рассказывать про живопись, потому что вместо этого я хочу спросить вашего мнения по одному вопросу, который меня очень глубоко задевает. Это для меня профессионально больная тема, и когда об этом заходит речь, у меня начинает все внутри бурлить это возмущение. И мне интересно, это я один такой? Или вы тоже считаете, что то, что происходит, представляет собой дикость и несправедливость? Нет, я понимаю, сейчас есть огромное количество примеров дикости и несправедливости, гораздо более вопиющих, чем то, о чем я собираюсь говорить, и, казалось бы, можно было бы не уделять столько внимания этому предмету, но, повторяюсь, предмет мне профессионально близок, поэтому я все-таки уделю ему внимание. Речь идет об истории с дамой с голубом Гейнсборо. История, которая очень хорошо иллюстрирует позицию, которую занимают практически все крупные российские музеи сейчас. Что за история? Ну, подробности вы можете найти в Википедии. Даму в голубом Гейнсборо статью в Википедии найдите, там все описано. В двух словах. В 2000 каком-то году девушка со сложным именем Ия Йоц, дизайнер, владелец шоурума, использовала эту картину в декоре своего шоурума. То есть она заказала художнику нарисовать у себя на стене даже не точную копию дамы в голубом, а такая вариация на тему дамы в голубом. В какой-то момент об этом стало известно Эрмитажу. В Эрмитаже есть большой юридический отдел, который занимается специально такими вещами. Эрмитаж очень любит ходить в суд по этому поводу, и он тоже пошел в суд, требуя запретить использование изображения его экспоната. Дело в том, что действительно, согласно существующему у нас законодательству, музеи, тут, насколько я понимаю, есть тонкий момент, они не обладают авторскими правами на экспонаты, которые у них хранятся, но они обладают исключительными правами на их коммерческое использование, на коммерческое использование изображений своих экспонатов. То есть без разрешения Эрмитажа использовать в коммерческих целях изображение нельзя. Они судились с ЕЁЦ, прошли все инстанции до Верховного суда, и ЕЁЦ сюрприз проиграла. То есть Эрмитаж потребовал, чтобы она эту штуку на семью себя сокрасила. Ну, видимо, она это сделала. Что меня умиляет в этой истории? Ну, во-первых, замечательная позиция юриста Эрмитажа, с которой, кстати, согласился суд. Дело в том, что я читал материалы по этому делу, потому что она меня очень сильно интересует как прецедент. Вы заметили, что во всех моих видео внизу идет такая строка, что видео не содержит рекламы и распространяется на некоммерческой основе. Думаете, она там просто так? Нет, она там не просто так. Она там потому, что я не хочу судиться с Эрмитажем. Ну, что-то мне подсказывает, что если Эрмитаж все-таки обратит на меня внимание, то мне это не сильно поможет, но хоть как-то. Так вот, ЕЁЦ, она, судя по материалам дела, выстраивала защиту по двум линиям. Одна линия чисто формальная, то есть, она пыталась доказывать, что, да, там еще было изображение на сайте, она доказывала, что сайт принадлежит не ей, ну, то есть, какие-то такие чисто формальные вещи. Но была гораздо более важная линия защиты, скажем так, по существу. Она доказывала, что то, что она делает, не является коммерческим использованием, потому что она же это изображение не продает, она не делает футболки с его принтами, оно у нее на стене просто. Ну, где коммерческое использование-то? Однако, юристы Эрмитажа указывали, и суд с этим согласился, что, используя это изображение у себя в интерьере, она создает благоприятную для продаж обстановку. То есть, в данном случае, коммерческие использования поняли максимально широко. Хотя, вообще-то, то, что использование изображения приводило к увеличению продаж, тоже еще нужно как-то доказать, но этим никто заморачиваться не стал. Это меня умиляет, потому что, следуя такой логике, подтянуть можно любого. Если, например, ну, не знаю, адвокат у себя на стене в Фейсбуке, размещает селфи из Эрмитажа с надписью «Вот, сходил в музей, классно!» Создает ли этим он представление о себе, как о разностороннем и интеллигентном человеке? Да. Увеличивает ли это его шансы получить очередного клиента? Теоретически, да. Коммерческое использование. И сантехника так тоже можно при желании подтянуть. Поэтому прецедент, он, крайне опасный и в такой же степени нелепый. Потому что, ну, повторяюсь, то есть, если следует такой логике, то абсолютно все на свете можно подвести под определение коммерческого использования. Второй момент, который меня совершенно умиляет, это позиция Эрмитажа. Эрмитаж не требует финансовой компенсации. И это логично. Он ее и не может требовать, потому что для того, чтобы требовать финансовой компенсации, нужно сначала доказать, что он нанесен финансовый ущерб. А доказать это невозможно. Ну, абсурдно утверждать, что Эрмитаж получил меньше посетителей, потому что кто-то мог бесплатно увидеть даму в голубом на стене у Йоц. Нет. Эрмитаж просто требует, чтобы она перестала использовать его изображение. То есть, перефразируя старый анекдот, Эрмитаж хочет не, чтобы ему было хорошо. Он хочет, чтобы Йоц было плохо. Что, по-моему, не очень красиво. Ну, и самое главное, что меня возмущает больше всего. Да, с точки зрения закона, Эрмитаж прав. От этого никуда не деться. Статья есть, а вот Эрмитаж ей как бы тупо исследует. Нельзя, значит, нельзя. Но ведь помимо закона, есть еще и совесть, представление о справедливости и здравый смысл. И вот представление о справедливости и здравый смысл подсказывают мне, что экспонаты, которые находятся в Эрмитаже, в основном были приобретены Яготина II и ее наследниками на Российском престоле, приобретены на деньги, полученные из казны. В казну они попали в виде собранных налогов. То есть в конечном итоге это все куплено на народные деньги. И должно, ну, как мне видится, являться в некотором смысле народным достоянием. Даже как недра. Почему музеи наши таким вот образом настаивают на том, чтобы никого не допускать к использованию их экспонатов, чтобы максимально ограничить свободу людей в ознакомлении с их экспонатами? Мне непонятно. И мне это кажется крайне несправедливым. Потому что, повторяюсь, культурные богатства Эрмитажа принадлежат народу. И народ должен иметь возможность ими пользоваться. Не в том смысле, что каждый придет, возьмет картину, которая ему нравится, и унесет ее домой. А в том смысле, что человек может издать книгу и использовать картину в качестве иллюстрации, не спрашивая разрешения в музее. Кстати, тоже большая проблема. У меня был клиент как-то раз, который мне рассказывал. Он вообще юрист, но при этом еще немножечко писатель, любитель. Он написал книгу про Дельвига. Ее издал на свои деньги. И использовал в оформлении обложки портрет Дельвига из русского музея. Получил иск, долго судился с русским музеем. Но как-то в итоге от него отбился. Но сам факт, что русскому музею убудят от того, что появилась книжка про Дельвига и там портрет. Может быть, ему нанесен был какой-то ущерб? Может быть, нанесен был ущерб народу, которому написали еще одну книжку? Нет. Просто русский музей не хочет. И Эрмитаж не хочет. По-моему, это позиция собаки на сене. Позиция несправедливая, позиция неправильная, позиция мерзкая. Но, повторяюсь, может быть, это только мне так кажется? Может быть, на самом деле мы в музее право, а я поднимаю шум из ничего? Мне интересна ваша позиция. По этому поводу выскажитесь, потому что, повторяюсь, для меня это больной вопрос. У меня все бурлит каждый раз, когда я об этом слышу. Но, может быть, мои мысли не совпадают с мыслями большинства по этому поводу. Мне любопытно.